В начале пути, это знаешь как? Это вот когда меня в психушке удерживали все два дня, вот там ни ручки, ни бумаги, ни карандаша и даже туалетной бумаги не было. А апелляцию надо писать. Вот это называется в начале пути. А у тебя и принтер есть, и ручка, и бумага, и компьютер, и интернет. Что тебе еще надо? Вот каждый раз одно и то же. Человек звонит и говорит, Антон, я буквально на две минуты у меня есть один вопрос. Ты не дал мне договориться. Все вместе, потому что один человек не в силах ответить на все вопросы, а все вместе мы можем ответить на все вопросы. Общая осознанность, она состоит из осознанности каждого. Останови свой пулемет Гатлинга, ты в монолоку ушел, ты что не слышишь что ли? Да ё-моё. Останови свой Гатлинг, вот у тебя этот барабан завелся и тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, и во все стороны, и туда, и сюда, и влево-фраво, вверх-вниз, куда угодно, лишь бы пулять, 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 пулять. Ты что, не слышишь, что ли? А у меня тут только два уха. Пожалей меня. Да говори, говорю. Кому говорю, говори. Я же тебе говорю, говори, а ты не говоришь. Я говорю, говорю, а ты не говоришь, не говоришь. Это что такое? О, наконец-то. Тишина. Я просто в шоке. А ты бац и включил свой гаслинг-пулемет. И тра-та-та, тра-та-та. Да что ж такое-то? У полицейских есть такая фраза. Тишину поймал. Вот поймал и не отпускай. Держи ее в руках. Вот кулак зажми, если хочешь. И держи ее. Чем больше слов, тем меньше смысла. Ты смотри, как у тебя пулемет гаслинга вращается сам по себе. Ты его вообще не контролируешь. Останови свой пулемет гаслинга. Он тебе пригодится. Это очень полезный и нужный инструмент. В нужной ситуации его можно включить. И нужно включать. Но только в нужной ситуации. Научись контролировать свой пулемет гаслинга. Не надо его выкидывать. Это полезный инструмент. Коротко можешь задать вопрос. Перезадай вопрос. У тебя опять длинный вопрос получился. молчание честный ответ план учебы на 300 лет расписан он расписан по событиям уроки расписано на 300 лет план учебы но там у них не по датам расписано а именно по событиям потому что не время определяет события а наоборот события определяет время антон если вы лишь хочу тебя поинтересоваться здесь буквально минут слушаю моё явление видел делают уже под себя обратил внимание у тебя нету подписи и росписи там автографа ничего нету она хочу помимо налоговую штуку подать как бы соответственно хочу слышать свое как бы насколько она нужна это не понял вопрос что нужно внизу роспись насколько она нужна чтобы перекрыть вот эти все индустанитные вот эти все ну короче выгоду оставить на себе соответственно я как бы с этой подписью что делать тут хочу твой умение тут обязательнее ставить или не настолько обязательнее какой внизу больше внимания еще раз плохо слышно попробую помильнее сказать по твоему образцу сделал волеизъявление для налоговой соответственно обратил внимание у тебя не стоит подписи в одном из видео ты говорил по поводу подписи внизу справа соответственно я хотел тоже после индосаммитных вот этих всех вещей поставить свою свой автограф там роспись свою но мне придется посылать это дело электронном в электронном виде не по почте соответственно мне не как бы это либо все черное будет если я распечатаю и сканирую у меня не получается поставить либо без росписи придется отправлять как как вот есть у тебя тоже электронную ну это подписи нету вот это и пункт на сколько важно это подпись хочу от тебя услышать волеизъявление внизу сама куда ты отправляешь в суд сейчас данный момент налоговой ну и там другие тоже органы будут примерно той же направленности вот эта подпись насколько она нужна не подпись роспись или автограф неважно ну короче вот смысле неважно ты вообще понимаешь разницу между подписью роспись и автограф да-да я понимаю разница где-то у меня выскакивает по старой памяти я да смысл я понимаю ну так а почему ты постоянно говоришь что то подпись то роспись то автограф и и тут же сам себя поправляешь да неважно ты не на то не на то обращаешь внимание ладно скажу по-другому роспись свою в конце волеизъявления в электронном виде мне не поставить электронный у меня нету а соответственно от руки чтобы она была имела значение до какой-то у меня нету возможности отсканировать ее например и ну то есть поставить отсканировать и отправить такой документ соответственно обратить внимание у тебя тоже нету росписи внизу под твоим волеизъявлением в суд нету потому что я еще не напечатал и не поставил эти бумаги ты через почтовое отделение правильно отправляешь зависит от ситуации у меня тут этот газ правосудие если через газ правосудие отправляю я просто печатаю последнюю страницу ставлю роспись сканирую последнюю страницу а потом эту последнюю страницу присоединяю в электронном виде к остальным страницам предыдущим и вот это получается когда ты подожди да слушай получается один файл с несколькими страницами последний из которых подписано в живую но она выглядит как в отсканированном виде и вот этот файл я я направляю через газ правосудие ясно еще раз ты последнюю страницу от ксерокопию ну короче копию вытащил она тебе короче после принтера ты туда ставишь свою роспись роспись наручная и и сканируешь но тогда например я сканирую черно-белый принтер у меня соответственно черно-белом цвет и цвет уже как бы он меняется то есть не кроме красного там фиолетовый весь черный становится насколько это тоже важно не важно или момент я подай у тебя телефон какой кнопочный смартфон у меня у меня есть это если надо ваттап там пример есть мне другой телефон а так и в данный момент у тебя есть фотоаппарат или смартфон под рукой до час будет ну так а в чем проблема если у тебя сканер черно-белый почему ты не можешь взять или сфотографировать то что где поставил роспись на на принтере подожди подожди уточню проблема в чем распечатать в цвете или отсканировать в виде дело в том что если я отсканировал сканировал сканировал да он мне выдает черно-белое вернее я распечатал цветной да но у меня принтер только черно-белый соответственно ой ой стой ты меня сейчас это в двух соснах заблудишь я тебе конкретный вопрос задал у тебя принтер печатает что это проблема в чем напечатать в цвете или сканировать в цвете напечатать ну это тоже не проблема берешь и дешево на есть множество всяких контор фото там печать на документов и все такое на флешку скинул пошел или именно электронные почту отталил они распечатали при клубничку отдал взял вот те цветной вариант то проблем как какой вариант я понял то есть кому-то обратиться по электронке можно переспать потому как в моих деревне этого нет не практикуется прижать 40 километров от меня ближе поэтому у меня такие трудности я хотел через сканировать но он не пускает если я даже цветные от руки запишу он как бы мой сканер скан не порт не переводит чтобы я мог изменить цвет или еще что-то я хотел таким путем пасти у меня не получилось но цвет менять желательно правильно я понимаю да если бы у меня такая ситуация как у тебя было да мне пофиг было я в черном-белом варианте распечатал да и все какая разница ты чё так заморачиваешь заворачивайся у того что я в начале пути многого не знаю потом не хочу допустить ошибок которые могут не скажу из этого как лучше перестраховаться если не знаю в начале пути это знаешь как это вот когда меня в психушке удерживаешься два дня потом не ручки не бумаги не карандаша и даже туалетной бумаги не было апелляцию надо писать вот это называется в начале пути а у тебя и принтер есть и ручка и бумага и компьютер и интернет чуть еще нет ну вот поэтому я про эту подпись конкретно роспись просто насколько она важна например вот и говоришь я делаю так если что у кого-то распечатываю там через организацию кто этим занимается и как бы через вот то есть она все таки важно в конце правильно но смотри смотря куда ты отправляешь если ты да я слышал что в налоговую ты меня слушай смотря куда ты отправляешь если ты просто там отправляешь сейчас ну куда без росписи то ну типа и не знаю там какая-то жалоба в администрацию что где-то там мусор не убран и все такое ну простое сообщение короче вот там вот роспись в принципе не важно а если ты направляешь официальный документ который которым нужно это официальное подтверждение что это именно твоя воля а не чая либо другая вот нужно обязательно они это как делают то есть если ты простую бумагу отправишь прокуратуру там ввд ну любые вот эти вот органы так называемых если ты просто бумагу отправишь не подписаны они тебя завернуть скажут это бумага не подписан анонимные сообщения не принимаем соответственно любой иск любое заявление любое там воле заявления и нужно оставить именно роспись внизу как она выглядит неважно главное чтобы было написано собственноручно фамилия персоны а дальше все все на твое усмотрение фамилия нужно для того чтобы соблюсти этот гражданский кодекс статья 19 почитаю внимательно согласно законам российской федерации подписью именно подписью является собственно наручно написанная фамилия ясно поэтому ничего я хочу уйти от подписи ставить роспись или не получится все равно она будет считаться подписью потому что это как бы такой официальный документ я не отправляю кто тебе мешает схитрить то есть я выделю роспись а не подпись напишу правильно а дальше собственноручно напишу твою ну вот заработала содержалка то я понял там вариантов много и еще один момент важны по поводу когда я ставлю например эту роспись свою самому углу да то есть чтобы прервать все вот эти цепочки по максимуму да и зачеркивать буквой z это уже тоже будет нарушаться как бы да то есть они могут вернуть или докопаться до этого или но не стоит так делать или можно делать не знаю мне не заворачивали ей так и так дел то есть ты на себе все это заканчивал правильно а там перечеркнул это белое поле которое осталось до конца страницы внизу правильно ну да вот эти вот моменты да вот я тоже хотел все это как бы удалить всех ненужных этих посредников а по поводу электроники все это я не думаю электронный вид когда отправляю сзади там соответственно ты ничего не перечеркнешь оно тоже играет какую-то роль или не играет то что они себе могут распечатать уже и там себе что-то или вот это индо саммитная эти правда они перекрывают все невозможные на обороты в стороне кто-то там писать туда там для себя выгоду какую-то но во первых во первых я ни разу не слышал чтобы был создан такой документ в электронном виде у которого было бы это лицевая и обратная сторона в электронном виде я так вот кого его же не никто не мешает распечатать или как-то ну они для себя я не вытащить его на материальный носитель и соответственно уже там у тебя это спрашивает ответ я бы хотел бы тут я не знаю вот эти честно я не знаю вот идеи они могут распечатать но распечатано это не есть собственноручно написано вот-вот-вот вот эти вот момент получает никто не это распечатывает то ты так этому не прикасался это там тебя не было твоя рука не прикасалась к этой бумаге вообще никаким образом твоей воли там на эти бумаги нету она есть там условно это называется ссылка на волю то есть там есть ярлык так называемый на твою волю а сама бумага дома лежит да 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 то есть ссылочку желательно прикрепить да включить или например указать то что есть копия документа который да не нам ничего указывать блин ё-моё ты че я тебе образно говорю от их буквально воспринимать я понял пока я с этим не столкнулся я все стараюсь учиться я помню тебе я понял все ладно благодарства души тебе всех благ удачи успехов и в общем силы духа тебя еще больше чем не благодать могу разместить для всех разговор да да пожалуйста не проблем я думаю таких как я именно тебе и звонят потому что этот путь ты уже какой-то прошел а мы только в начале соответственно естественно стараемся совершить как можно меньше ошибок поэтому лучше задать глупый вопрос чем сделать глупые действия это моё но ты не ты у тебя это чем ближе к концу разговора тем умнее у тебя вопросы начинаются я уже это опасаюсь тебя понимаешь ты сейчас начнешь такие вопросы задавать которые буду говорить не знаю не знаю не знаю ну вот видите где-то еще подтянуть твоих свои знания я глубоко начал залазить просто я только начала это делать соответственно и вопросы которые я не нашел ответ я тебе задаю как более компетентный человек поэтому не проблема конечно я наоборот буду тебе даже благодаря моей мысли может быть не так связано речь но тем не менее это ну я знаю почему я вот этим всем занимаюсь я я жду пока я недавно тебя начал смотреть встретил когда на просторах когда начал интересовать эту тему поэтому ты делаешь очень хорошее дело более того соратников на словах много а на деле меньше соответственно вот как бы я помаленчику тоже к этой теме приобщаюсь и тоже вот это мальчику будет первое мое начало который я тоже скину и тебе бумаги а ты уже там там дальше то есть я результаты видел мне пока не на что снимать но как бумаги и ответы если какие-то придут я тоже скину и тоже это кому-то пригодится и тут у нас ребята которые меня тоже конкуртировали и как и как и живые как я как чистые юристы и правоведы то есть я тоже такую интересную бумагу скомпоновал там пока ссср и нету там и правовое поле и живые и все это попытался разделить также по торговому праву учесть и по весельному праву то есть учесть максимально понятно что для клерков это ну может быть и глупость но для тех кто эту бумагу пускает дальше кто берет на нее ответственность он это увидит что человек маломальский все равно учел определенные вещи и меньше способов к нему как-то подтянулся и хочу в конце еще да аферту добавить что если вдруг ко мне я смогу говорить что-то придет соответственно они примут мою аферту которую сейчас вот думаю как не оформить там нет ни в кого рядов и эту аферту как бы винить им и если вдруг они мне начнут какие-то другие моменты других дорог пытаться подходить у меня пока такая идея я не знаю как реализовывать вот примерно так вот ты не дал мне договорить я тебе хотел задать вопросы там же на него ответить знаешь почему я этим занимаюсь я этим занимаюсь потому что я не в силах осилить все вопросы скажем так ответить ответить на все вопросы и я специально вот принимая звонки отвечая на ваши вопросы тем самым я учусь отвечать на элементарные вопросы которые у вас пока есть элементарные и я жду я не просто жду я я вам даю знания которые у меня есть и когда общий уровень знаний повысится вот тогда мы сможем ответить на более трудные вопросы ну да да все вместе потому что один человек не в силах ответить на все вопросы а все вместе мы можем ответить на все вопросы я согласен с тобой абсолютно и ты не напоминаешь одного человека которого лично я знаю зовут его алексей василич фамилию не буду называть но его можно найти как видоман видогор вот он очень много интересного рассказывает и доказывает и книги у него есть тоже если интересно может быть кто-то там послушав этот разговор пройдется и найдет у посыл его тоже там гонения на него были зато что он очень тема освещал такие со всеми нормативными ссылками на документы кочун и финиста там тоже можно посмотреть очень интересно поэтому вот дело это дело хорошее и правильно и соответственно как бы мы в свою очередь тоже энергетически подпитываем как формируем определенные драйвер который настроен на свою чистоту в плане и выходные системы и в плане самоосознания поэтому как бы мы правильные люди я наоборот подправляют в том понимание в котором это должно быть правильным всеобщая осознанность она состоит из осознанности из осознанности каждого и поэтому я отвечаю на все звонки и с каждым разговариваю да и более того а то что этот звонок будет опубликован и многие лично я знаю и все время я это тоже ощущал по себе я понял именно осознал на себе насколько я осознал вот настолько сейчас попытаюсь формулировать двух словах что чем больше они нам ты правильно сказал что они учителя что нужно относиться к ним как к учителям и там они учатся своему но система устроена именно так чтобы нас подгонять к новому рубежу эволюции до более духовно чистый соответственно они и выступают этим фильтром это как я понимаю как лично я тебе чувствую интуитивно что ли они не могут не делать этого их система будет заставлять между молотом и накалами между нами кто просыпается и между системой которая их обязывает и заставляет быть теми кем они есть ну плюс их природа еще нравится им ощущать себя более как-то значимыми и властными соответственно они нас фильтруют те кто вырождается силу своего там духовного роста силу там интеллекта ну то есть вот эти вот вырожденческие черты они не только внешне но они могут и внутренне духовно быть соответственно они остаются в этом слою который они не способны пробиться сама система им не даст поэтому гайки будут закручивать еще сильнее следовательно и нам нужно духовно нравственно и копить и знания и и в общем выходить из-под их управления но грамотно законно и соответственно они нас учат именно правильно все ты озвучил что они нас учат то есть они нам нас как правильно сказать без их помощи мы не осознаемся и не выйдем на тот уровень то есть они вот эти люди которые выйдут на уровень живых там дальше и опять будут репрессии то есть у них в этой системе там там на 300 лет прописано как нас еще там будут гнуть до тех пор пока они исчезнут вообще на территории римское право там и еще какие-либо другие права которые там ничего общего с Богом не имеют отношения к этому вот поэтому до тех пор эта вся система будет жить и подожди нас будет неизбежно у нас два варианта вверх соответственно внизу мы уже знаем что такое а вверх ну как бы трудно но правильно поэтому это вот такой вот может быть кому кто-то поймет для чего и почему это происходит потому что очень много слышат сколько людей ругают там власть еще что-то в то время я так живу эти все гости на себе да там race стой останови свой пулемет гатлинга ты в монолока ушел ты че не слышишь что ли я как сказал свое мнение да ё-мое останови Sir Geatling все-все говори Вот у тебя этот барабан завелся И тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та И во все стороны, и туда, и сюда И влево-право, вверх-вниз, куда угодно Лишь бы пулять, 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 пулять Ты что, не слышишь, что ли? Я тебя только хотел... Я слышал, что я на одну тему Объясню с этих сторон И слушателям Будет более понятно Так как слушать нам? Алло, какие слушатели? Я тут один Ну ты же опубликуешь, ты сказал это Соответственно, это не для тебя, ты это понимаешь Ты мне зачем уши сверлишься За счет других? Ты считаешь, что у меня миллионы ушей И ты хочешь во все эти миллионы ушей влить миллионы информации? А у меня тут только два уха Пожалей меня Я тебя услышал, понял Да, я тебя услышал, понял В общем Дай мне помню, что ты мне, ё-моё Ну говори-говори, ты сказал Да говори-говорю Кому говорю-говори Я же тебе говорю-говори А ты не говоришь Я говорю-говорю А ты все не говоришь И не говоришь Это что такое? О, наконец-то Тишина Я просто в шоке Я только хотел тебя Похвалить за твой уровень осознанности Что у тебя есть стремление к осознанности А ты бац И включил свой гатлинг-пулемет И тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та А ты все тра-та-та? Я слушаю тебя, я тебя слушаю. Вот, опять, я тебя слушаю, говори, говорю. Кому говорю, говори. Кому говорю, говори, да. Да, да, да. Чего я хотел сказать? Так, вот ты правильно сказал, у них планы расписаны на 300 лет вперед. Только планы не гнобления нас, не добивания, как ты сказал, что-то такое, а именно план учебы на 300 лет расписан. И этот план учебы, он не расписан по дням, а он расписан по событиям. Потому что... Подожди, не произноси даже вот это вот да, уго и т.д. Ё-моё. Вот у полицейских есть такая фраза, тишину поймал? Вот поймал и не отпускаю ее, держи ее в руках. Вот в кулак зажми, если хочешь, буквально. И держи ее. У них вот эти вот уроки расписаны на 300 лет, план учебы. Но там у них не по датам расписано, а именно по событиям. Потому что не время определяет события, а наоборот, события определяют время. Как только общая масса созреет, пройдет определенные уроки, так тут же будет запущен, именно будет запущен следующий урок, не тогда, когда придет время по определенной дате, а когда произойдут определенные события. Когда, скажем, ну, например, 100 человек научатся там распознавать, что такое подпись, роспись и автограф. Ну, или там миллион, допустим. Вот как только миллион станет вот таких осознанных, произойдут следующие события и так далее, и так далее. То есть не даты, не время определяет события, а наоборот. Вот я вот тружусь именно над событиями. Я хочу повысить общий уровень осознанности. Донес твою мысль? Не просто понимаю, а напротив, я ее осознаю и благословляю от себя лично, потому как свое намерение помогло мне. То есть свое благо стало и моим благом. И, в общем, я тебе просто по-человечески благодарен. И в целом вообще то, что ты делаешь, это как бы ты на передовой тоже, по-своему, стоишь. Поэтому вот такой вот у меня заряд на то, чтобы именно люди услышали. Для чего, почему, чем больше происходит всестороннее объяснение чего-то, тем быстрее человек, лично я так, у меня такое происходит. Мне становится не просто интересно, я начинаю понимать суть, для чего и почему. А когда это становится понятно, ты уже видишь, тебе приоритет цели становишь другим. Вот и все, моя тратата оттуда. Твоя тратата не оттуда. Твоя тратата из простой фразы. Чем больше слов, тем меньше смысла. А у тебя сейчас в голове сидит мысль, что чем больше ты скажешь, тем больше тебя поймут. Наоборот. У тебя речь должна быть, сказал два слова, и всем все ясно стало. Вот тогда это будет речь. А кому всем, Антон? А кому всем? Вот какой уровень отсознанности у человека, который туда приходит и не знает, что делать, какой у него уровень отсознанности? Он понимает, что он должен сделать. Куда туда? Он не нашел ответа, почему, для чего и почему вообще это все он должен делать. Стой! Куда туда пришел? Чего ничего не ясно. Вот видишь, опять, ничего не ясно. Ты говоришь, человек пришел туда. Куда туда? К этому пути, встать на него, на этот путь оживления, осознания, отмысления. Вот о чем говорю. Ну вот, много слов сказал, мысль потеряна. Ясно, не суди строго, я имею в виду в том плане, в котором я говорю. Я не сужу, я говорю как есть. Я понял тебя. Ты хотел бы найти интеллектуального человека, который тебе в двух предложениях сказал бы весь всю войну и мир. Я понял. Нет. Мы все разные, поэтому я отвечу. Нет, я не хочу найти такого человека. Такие люди есть. И мне звонят разные. И мне звонят такие, от которых наоборот, у меня голова кипит. И потом я в неделю в себя прихожу. Потому что они мне такие знания дают, что меня голова не выдерживает. Согласен, да. Я тебе про другое, про то, что... Вот тебе мой совет. Подумай над этой фразой. Чем больше слов, тем меньше смысла. Более смыслов и да. Никогда видеомонтажем не занимался? Или аудиомонтажем? Я только четыре дня назад начал лорд осваивать в свою жизнь. Ну, не доводилось. Даже скайпом не пользовался. То есть в этом отношении я отстал от многих других. Ты произнес четыре предложения. Хотя мог сказать... Понятно. Нет. Нет. Подвиду. Нет. Не занимался. Я опять же перебил меня несколькими словами. Ты смотри, как у тебя пулемет гатлинга вращается сам по себе. Ты его вообще не контролируешь? Я тебе элементарный вопрос задал. Ты мог сказать просто слово «нет». Вместо этого ты четыре предложения произнес. Услышал, отметил. Все. Я отметил тебе. Буду от тебя правильное замечание получать. Так вот я тебе про монтаж хотел сказать. Вот когда мне человек звонит. Вот каждый раз одно и то же. Человек звонит и говорит. «Антон, я буквально на две минуты у меня есть один вопрос». И разговор всегда вот в таких слов. Как только человек произносит эти слова, я сразу осознаю, что как минимум час-полтора мне придется разговаривать с этим человеком. И соответственно, вот эти полтора часа мне придется потом смонтировать так, чтобы вырезать все лишнее. Все паузы, все экония, все бэкония, все перебивания, все маты, все оскорбления, всю личную информацию. И то есть оптимальное время для Ютуба – это 20 минут. Вот попробуй полтора часа в 20 минут ужать. Получится? Суть, я понял. Ты абсолютно прав. Так вот я поэтому и стараюсь коротко и ясно говорить. Сказал два слова и сразу всем все ясно стало. Вот ты спрашиваешь, кому всем, я говорю, любому. И мальчику, и девочке, и полковнику, и рядовому, и бабушке, и дедушке. Любому два слова сказал и сразу ясно. Есть такое, и от этого я буду избавляться. Мне, к сожалению, об этом мало говорят и в силу своей температурности присутствуют эти черты во мне. Нет, не избавляться. Неправильно ты понял. Избавляться? Я понял про что ты. Это во мне заложено, и я должен от этого уйти сам, осознанно. Нет, нет, нет. Не нужно больше. Дай мне договорить. Останови свой пулемет Гатлинга. Останови. Я тебя не призываю от него отказаться. Я тебя не призываю его там сбросить и выкинуть в канаву. Он тебе пригодится. Это очень полезный и нужный инструмент. В нужной ситуации его можно включить. И нужно включать. Но только в нужной ситуации. А когда тебя твой собеседник 5-10 раз просит, настаивает, требует остановить его, а ты его не останавливаешь. Это просто, ну, недопустимо. Научись контролировать. Стой. Научись контролировать свой пулемет Гатлинга. Ясно? Не надо его выкидывать. Это полезный инструмент. Все. Понял. Услышал. Еще хочу, раз уж у нас идет вопрос на все, ну, это, хочу тебе задать еще вопрос по поводу освещения 12 презумпций судьи. Я смотрел твое видео по поводу, когда ты спрашивал короля, судью, король, король, имея суверенную лицу и так далее, и так далее. Хотел бы уточнить, если она ответит «да», то что, если где-то она ответит «да», то что, как себя вести и как это воспринимать. Вот эти вот моменты, я их не нашел. Может быть, не попались, а может быть, их нет. Вот хотел бы в своем стриме, в твоем стриме, хотелось бы пояснение вот этого, этих моментах именно по суду. И что ты, вот давай, задай вопрос судье, типа, суверенна она или нет. И она отвечает «да, суверенна». И что, ты все, растерялся, что ли? Например, я сейчас не обладаю этими знаниями, что не то, что я растерялся, я пока еще некомпетентен. Вот я бы хотел, чтобы ты озвучил эти моменты в твоем видеоблоге. Да я тебе сейчас озвучу. Ну ладно, пускай сейчас, лишь бы они были у тебя списаны в том, что здесь вот эта информация имеется, можете послушать. Вот смотри, у меня тоже нету знаний, что делать дальше, если она ответит «да» или скажет «нет». У меня нету этих знаний, но я знаю, что делать дальше. Знаешь, что делать дальше? Вот я слушаю. Нет, ты ответь на вопрос, знаешь или не знаешь? Нет. Догадываюсь. А я тебе говорю, что ты знаешь, импровизировать надо. Импровизировать, всегда и во всем. Вот она тебе сказала «да» или «нет». Докажите, каким нормативным правовым актом вы регламентируете вот эти свои слова, что вы суверенны, назовите норму закона. И все. Ты ее поставил в неудобное положение. Ясно? Угу. Так докажи, где документ, что вы суверенны, что вы никому не подчиняетесь. А какой документ где должен быть, как он выглядит? Да неважно, пускай она покажет, это ее слова. Она сказала «да», пускай она и доказывает. Что не ясно? Более-менее понятно. В общем, все, чтобы она не сказала, вернее, ты задаешь ей вопрос, что она должна или опровергнуть, или согласиться и доказать при этом. Они поэтому и молчат, потому что они ничего не могут, ни доказать, ни опровергнуть. А то, что они нарушают свои же клятвы, или там клятвы, или бары, и так далее, и так далее. Нет, 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 не в этом дело. Молчание – честный ответ. Ты посмотри, как я общаюсь с ними. Они сначала очень разговорчивые со мной, все. И приставы там, и полицейские. А когда понимаешь, что им крыть нечего, потому что я везде во всем всегда нахожу такие слова, чтобы поставить их в неловкое положение такое, что они не знают, что ответить. А раз не знаешь, значит, некомпетентны, правильно? Поэтому они включают вторую линию обороны – молчать. Я их на этом тоже ловлю. Я им прямо заявляю. Благодарствую. Молчание – честный ответ. То есть я им даю понять, что что бы вы ни сказали, вы везде где-нибудь слукавите, если будете говорить. А раз вы молчите, значит, вы честно себя ведете. Логично? Но при этом они теряют свои полномочия вообще что-либо судить. там, физическое лицо или еще что-то, если они не могут подтвердить свои полномочия. И при этом они и не уходят совсем так, чтобы прям вот совсем. Почему? Уходят? Да они возвращаются снова. Ну так кто возвращается? Это другой уже акт. Ты в театре был когда-нибудь? Ну только они также по сути меняют свои лица и персоны, да? С разных сторон. Ну а суть-то остается. Ты бокс когда-нибудь смотрел? Да я и занимался не один год. Ты вообще смысл понимаешь, зачем сделали раунды? Вот по идее там сколько? 15 раундов, да? По идее вот выпустил их на ринг и все. И пока один другого не уложит, все, деритесь до конца. А они специально разбивают на 15 раундов. Зачем? Для перебежки, для переосмысления, если это был вопрос. Для извинения про себе. Ну и там много может что-то добавить. Ну, во-первых, там подключается тренер. Правильно? Он говорит, где что, какие ошибки, где что он увидел в сопернике. Им советуют своему этому, наставят, своему бойцу советуют. Боец что-то говорит, спрашивает. То есть идет переосмысление результатов. И потом снова следующий раунд. А так-то по идее должны вытянуть на ринг. И до конца пока один из них не ляжет. Логично же? Да, совершенно верно. Ты когда-нибудь видел, что на улице кто-то дрался и говорит, стоп. Это конец раунда, перерыв. Хорошее сравнение. Нет, не видел, конечно же. Ну вот. Что самое страшное может сделать человек, ну, живой мужчина, живая женщина, кроме чем где-то оговориться. И если он оговорился, признал себя где-то, случайно не заметил, пропустил, бдительность свою, где-то он признал себя физлицом там или еще кем-то, его действия дальнейшие какие-то должны быть. Если вдруг его там начали уже к нему применять любое, что его задача такая должна быть. Зависит от ситуации. Да, если он где-то уже себя случайно, неотсложно, где-то пропустил бдительность и с чем-то согласился, или не услышал, что ему предложили такую... Поставили так вопрос, что где-то тихо было сказано, и он сказал, да, там, то есть с чем-то согласился, признал. И в итоге его объявили там физлицом, гражданином, тем угодно, все по списку. Его задача какая дальше? Что ему перво-наперво нужно сделать? Максимально в короткие сроки, может быть, даже не выходя из зала сутаса, покричать, я хочу, проявляю волю, меня отпустили там и так далее. Прокричили. Что? Ты сказал прокричать? Ну, озвучить, так еще не шептать же, если там потасовка начинает. Я не могу орать там в том понимании, с которым можно подумать. Ну, во всем слышно, я сказал. Бывает, обращал внимание, заседание проходило довольно... Алексей, Алексей, ну опять же, ну вот слишком много слов произносишь. Я уже смысл теряю. Коротко можешь задать вопрос? Если, да, могу. Если живой мужчина, живая женщина во время заседания где-то по какой-то причине соглашается неумышленным, так получилось, с какой-либо к себе применимой персоной, там, гражданина и так далее, и ее могут ли сразу начать крутить в плане задержания, там, ареста и так далее и тому подобное? И действие этого человека при такой ситуации, мужчины и женщины, что делать? Вести себя по-человечески. Ну вот силы начинают уводить, как вести себя по-человечески. Соответственно, нужно объявить же и волю проявить. Ничего не понял. Перезадай вопрос. У тебя опять длинный вопрос получился. Если во время... Да это я слышал. В принципе, в этом случае... А? Мужчина или женщина... Подожди, ну ты что, не можешь задать вопрос, что делать, если применим физическую силу? Не совсем физическую силу, ее применяют после чего-то, какого-то действия, просто так и не будут применять. Если она себя, скажем так, где-то оговорила, сказала, там, вы физлицот, да, она согласилась. Ну, так получилось автоматом, например. Что делать, если к ней начинают уже цепляться по этой теме? Ну все... И тут пытаться какое-то... Ну, увезти в задержание и так далее и тому подобное. Применить какую-то статью там или еще что-то. Что, я тебе пояснил. Вести себя по-человечески. Не грубить, не хамить, это... Не сопротивляться, не применять физическую силу в ответ. Так, но там сидят должностные лица, которые фиксируют, например, весь разговор. Ничего. И как могут, как я себе понимаю, сказать, вы здесь подтвердили, что вы или физлицо, например, или гражданин. И вот на основании этого вы привлекаетесь там. Может быть такое? И если может, то как от этого отделать? А, ясно. Вот, теперь до меня дошло. Короче, резюмирую твой вопрос. Был, общался я с человеком, против которого три уголовных дела возбудили. Против его персоны. И он ни на одном из заседаний, там их много было. Там кого только не привлекали. И прокуроров, и всяких следователей, и понятых там, и свидетелей, и родственников. Короче, все пытались его убедить, что он персона. И что он вот на паспорте изображен именно вон. И ты спрашиваешь, что делать, если он ошибся, да? Вот если ошибся, и там его признали, и все, и осудили. Так вот, его не осудили, он ни разу себя не признал. А ты спрашиваешь именно, что делать, если он вдруг проговорится и скажет, да, это я, да? В том или ином смысле, да. Ну, что делать? Ничего не делать, все сказал. Как говорится, слово не воробей, вылететь не поймаешь. Его протестовать как-то можно? Ну, можно попытаться, но это будет выглядеть глупо. Особенно со стороны мужчины. Я сказал, но я имел в виду не то, и вот это вот все попытки оправдаться, это, ну, как-то это нелепо будет выглядеть. Ну, нелепости можно убрать на второй план, если потащат уже как физлицо. Имеется в виду, что сказать, я, например, вас плохо слышал в силу того, что вы говорили тихо, или тут было шумно, и я мог не услышать ваш, например, вопрос. На это сослаться, если это уместно. Ну, можно так, да. Но в дальнейшем просто отказываться от того, что если где-то кто-то туда пытается нацепить любую вот из этих лиц, гражданин там и так далее, то есть в ярлыки все эти, причины. Ну, ты знаешь, учитывая то, что вот меня отдел Э задерживал, и они меня под видео специально заставляли под угрозой применения физической силы, то есть они мне буквально сказали, сейчас типа сядешь на диван, и мы тут телефон включим, и ты скажешь, что ты типа гражданин такой-то, такой-то, Российской Федерации, признаешь там все законы и все такое, и Конституцию, и все такое. Давай говори. Ну, я по-всякому изгалялся там, дублей пять, наверное, было. То есть я хитрил там немножко. И он сказал, слушай, говорит, еще один дубль, короче, если ты не скажешь, как я тебе сказал, короче. Я, говорит, вызову ОМОН, и они тебя опять тут будут пытать и электрошокером быть. И, соответственно, я был вынужден это все сказать. Ну, все, и я, и он, все знают, что я это сказал под принуждением. А там, ну, в любой ситуации можно сказать, что под давлением это сказал. Но это уже после того, когда вся эта канитель закончится, и можно при первом же случае об этом заявить, что ко мне применялись. Конечно. Я как только вышел, я сразу заснял видео и озвучил всю эту ситуацию. Что меня пытали, что меня специально посадили на диван и заставили это все сказать. Бумагу какую-то там заставили, роспись оставить. Я это все озвучил, все, и это я все под принуждением сделал. Это не моя воля, не добровольное желание. И какие в дальнейшем с их стороны были обжалования своего или оправдательные какие-то моменты? Они же должны были как-то отреагировать на свое заявление или жалобу о том, что к тебе применялась пытка там, ну и так далее, нарушались свои права. Да никак. Никто ничего не видит, никто ничего не слышит. А насколько целесообразно без конца требовать то, чтобы применялись необходимые статьи к тем, кто был причастен к этому событию? Ну это каждый сам решает. Можно всю жизнь потратить на то, чтобы переписками заниматься и привлечением их к уголовной ответственности. Ну это получается без международного суда не получится их привлечь, потому что сама правовое поле Российской Федерации будет по-всякому это все дело стараться... Ну, есть выходы, чтобы они не привлекались. Правильно? Ничего не понимаю. Какие выходы? У кого есть выходы? К тем должностным лицам, которые причастны к любого рода противоправным действиям в плане пыток, удержания насильственного, беззаказательного и так далее, и тому подобное. Значит, чтобы они в итоге сели, получили сроки, было применено денежные штрафы, имущество, конфискации и так далее за вот такие правонарушения. То есть не только с должности, например, слезли, но и сели полноценно. Это получается без международного суда это сделать крайне проблематично. Правильно я понимаю? Ну да, а ты что, не видишь, чем я занимался два года, что ли? Я только этим и занимался. Усилий приложил на 100 единиц, а результат там на 2-3 единицы. То есть выхлоп 3%. Я понял. Дальше ты сам решаешь, стоит этим заниматься или нет. Ну и в практике не такой большой режим, правильно? Зацикливаться на каком-то конкретном случае. Проще разоблачать дальше всю систему, так? Ты из меня что? Вытаскиваешь мое мнение, чтобы я это все для всех озвучил или что? У тебя какие-то странные вопросы не сняются. Ладно, давай, отключим этот вопрос. Ну, для себя я тоже определенные для себя ответы получаю. Как ты это делаешь и насколько это правильно? Чтобы не формировать не нужно. Если ты хочешь узнать мое мнение по этому поводу, то смотри мои видео... Да, стой, е-мое. То смотри мои видео, когда я вышел из психушки, из камер. И что я там делал. И я там это все озвучивал. Почему я этим... Я понял. Я еще до этого видео не нашел. В данный момент я только про агут начался смотреть. Я понял. Все ответы на твои вопросы звучат именно в тех видео. Почему я занялся именно отставанием своих прав и свобод именно по законам РФ? Я там это все озвучиваю. У меня цель была обезопасить себя и свое окружение. Чтобы меня перестали кошмарить. И не только меня, но и все мое окружение. И я два года был вынужден доказывать, что я ничего не нарушал, а это все они нарушили. Вот и все. Я это сделал. И дальше пошел. Все, вот это не хватает. Скажи, по каким дням, в какое время у тебя ведутся стримы, видео? По субботам. 16 МСК. У меня на канале. И в 19 по Москве во вторник кредитом нет. В вторник, в 19 часов. Дальше нет, я не успел услышать. Не услышал. В вторник, в 19 по Москве, мы кто там? Страница ВКонтакте, кредитом нет. Там живой разговор, да, идет какие-то по субботам? Живой вести, но там троллей много. Ну, да, много. А по поводу, там, какой пользуешь Zoom или что, или через Кайф можно, как, через все вообще? Там, через Zoom. А там, код, пароль или что там? Всю информацию найдешь на странице кредитов, точка нет. Все понял, там, отлично. Хорошего. Хочу тоже поучаствовать в таких вопросах. Я буду, чтобы тебя меньше отрекать по телефону. Ну, что, вопрос еще? Пока нет, Антон. Благодарствую, отлучи. Всех благ и всего хорошего. Тебе и твоему окружению близкой для тебя любви. Благодарствую. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok